Перед началом нового учебного года в Химках прошла традиционная конференция педагогов. Помимо самих работников сферы образования, в мероприятии приняли участие областные и городские чиновники. По мнению главы округа Дмитрия Волошина, собрание учителей перед первым сентября – хорошая традиция, которая определяет планы новых свершений. Нам удалось достичь с помощью вас определенных результатов, однако потенциал наших педагогов и сотрудников сферы образования, на мой взгляд, до сих пор не исчерпан. Вам по силам главная задача современного образования – это воспитать поколение самостоятельных и всесторонне развитых специалистов. В завершении своего выступления глава округа поздравил учителей с наступающим первым сентября. Как и полагается, перед новым учебным годом педагогам вручили денежные сертификаты и кубки. Некоторым помогли с жильем, ключи от квартир получили пять работников сферы образования. Депутат Мособлдума Александр Смирнов отметил, что в Московской области 100 лучших школ, 4 из них – образовательные заведения Химок. Очень приятно видеть, что у нас с вами есть хороший диалог, где оценка вашей работы выражается потом не только благодарными письмами, что тоже очень важно, но и ключами от квартиры, но и денежными сертификатами, ценными подарками. Сам Александр Смирнов также приехал с подарками. Депутат вручил 13 школам Химок сертификаты на приобретение оборудования. Общая сумма – около 2 миллионов рублей. Это ежегодная мера поддержки образования от партии «Единая Россия». О достижениях школ Химок рассказала Ирина Варфоломеева. По словам начальника управления по образованию, в округе реализуют различные образовательные проекты. Об их успехе говорят результаты прошлогодних выпускников. В городе 16 стобальников и 124 золотых медалиста. В Московской области национальный проект образования реализуется посредством 10 региональных проектов, из которых для нас 4 являются самыми масштабными по объему участия уже в этом году. Это проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». Приятным завершением ежегодной конференции стало чествование молодых работников школ. Это учителя физики, химии, математики, физической культуры и истории. Не обошлось и без проводов. Троих работников сферы образования Химок с благодарностями и подарками от городских властей отправили на заслуженный отдых. Каждый из них отдал своей профессии не менее 30 лет жизни.